Из-за поднятия уровня реки Деркуль в пригороде Уральска эвакуировали 15 человек с дачного массива. Там круглосуточно дежурят спасатели. В зоне риска остаются еще 20 садовых товариществ. Так сейчас выглядит садоводческое товарищество Ягодка. Оно расположено на берегу реки Деркул, уровень воды, в которой стремительно растет. Как вы видите, сейчас вода примерно 30 сантиметров, но пройти дальше в резиновых сапогах просто нет возможности. По словам дачников, здесь постоянно проживает примерно 50 семей. За эти дни эвакуировали 15 человек. Иван Костин остался сторожить свой дом. Мы здесь живем, охраняем, чтобы никто не лазил, как сторожа тоже на зимний период. У меня на задах семья живет. Они как раз три дня назад уехали. Там дети маленькие и так далее. Свет выключили нам на случай замыкания. Обходимся пока фонариками. Я отказался от эвакуации. И осталось охранять. Тем временем в пригороде Уральска в зоне риска остаются 20 дачных массивов. Там круглосуточно дежурят спасатели. Сейчас обеспечивается безопасность прохождения по воду по реке Диркул, а также по реке Чингерлау в Бурлинском районе. Также у нас река Чиган тоже. Сейчас пик половодия на днях уже завершится. На реке Диркул потопило садоводческое общество ягодка. 20 домов было потоплено. Но жители этого общества покинули свои дома. Угрозы их жизни нет. На сегодня специалистами ведется мониторинг рек Диркул и Чиган. Там выставили 11 гидропостов. В случае подъема уровня воды местные власти просят дачников быть готовыми к эвакуации. К слову, в связи с паводком в Уральске подготовили 27 вакопунктов.